Всем привет, мои дорогие! С вами Конова Аня. Это мои пустышки. Как обычно, на том, что все время заканчивается, я буду останавливаться мельком. То, что впервые у меня в пустышках, буду рассказывать вам подробненько. Итак, как вы помните, универсальное антибактериальное средство. У меня его закончилось много из-за того, что мы его заливаем в робот-пылесос. Можем пополам с водой залить, можем просто воду залить, можем его залить. Ну и вот столько у меня, наверное, с 31 октября закончилось. Ну, где-то так. Далее, биогель для стирки для жесткой воды. Вы знаете, я не увидела никаких отличий от вот этих вот гелей для стирки. Как бы, мне кажется, что отличные гели. Так, биогель для стирки, значит, это для цветного белья. Концентрированный гель для стирки детского белья, для стирки детского, для черного, для черного, для стирки белого и белого. Дальше, обычное мыло для рук детское, 3+. Вика уехала на 10 дней, но оно у нас закончилось и без Вики. Так, это мыло было по акции партия «Новые люди». Вот дорасходовали кондиционер для детского белья, конечно же. Кондиционер второй по любимости. И мой самый-самый любимый артикул 11853, это все-таки мой прямо самый-самый любимый. Восточный пион. Он не пахнет обычным пионом, потому что запахи обычного пиона я не очень-то и люблю. Вот вы знаете, у нас практически целиком уходит такая вот штучка, если помыть все стекла в доме за день. Потому что у нас куча зеркальных шкафов, но кто подписан на мой инстаграм, все знают, да, про это. Артикул 11048. Средство для очищения ванной комнаты. Ну, это, кстати, новинка. Да, она лучше. Запах у него лучше. Ну, запах, да, лучше, но оно нисколько не лучше той серии, которая была. Артикул 30221. Оно такое же клевое, оно такое же классное, как и предыдущее. Но запах действительно получше. Такая же сияющая белизна и все. Не знаю, я разницы не увидела, потому что предыдущее средство тоже было великолепным. Гель для мытья посуды с депантенолом. Вот тоже так интересно. Выпускает кучу различных вкусов. Ну, это да, кому как понравится. Вот, например, клубника со сливками действительно мне показался таким прикольным, классным. Закажу еще. Он идет с депантенолом для тех, у кого, может быть, с руками что-то не так. Может быть, какой-то там, не знаю, герматит или еще что-то. И, конечно же, может быть, те, у кого действительно есть проблемы с руками, разницы почувствуют. Но я вот лично не почувствовала. Мне, например, и вот такое средство, которое против сложных загрязнений отлично подходит для рук, не сушит руки. И оно, по идее, тоже 0 плюс получается, да, 30-0,93. Поэтому, конечно же, сколько людей, столько и проблем. И, может быть, действительно у людей есть, у кого проблемы с руками, это их спасение. Но нет у меня вообще никаких проблем с руками. Мне, в принципе, и то, и другое, на мой взгляд, одинаково. Просто разные ароматы. Сухой шампунь, старая версия, очень нравится, 82-28. Скоро, кстати, у меня уже закончится. Я ими пользуюсь редко. Пользуюсь редко, только для объема или в дороге, да. А в дороге мы с ноября нигде еще не были, никуда не ездили. Только в Таджикистане были, а там у меня только полфлакончика ушло. И вот я его дорасходовала после Таджикистана. Далее, биогель для очищения туалета, артикул 10898. Он не красит унитаз, у него кисловато-хвойный такой вкус. В принципе, нормально, да. Далее, средства для очистки духовок и плит. Все-таки мы остановились именно на свежесть мяты. Артикул 30120. Очень нравится. Отмываем им все, и не только плиты. Вот у нас идут с вами абсолютно новые новинки. Это такие вот гели для душа от БСИ. Очень понравились. Очень понравились. Вот этот вот календула. Ой, ну такой, знаете, артикул 2103. У него очень травянистый, приятный, суперский аромат. 250 мл. Он идет как солнечная календула с экстрактом морских водорослей, маслом календулы, и он бережно очищает. Действительно, он хорошо моет, он очищает, и он не сушит кожу. Отлично пенится, запах у него не яркий, не бьющий в нос. Мне понравился. Вот, знаете, иногда бывает такое, что вот при широченном ассортименте как-то вот забываешь про продукцию, которая есть вообще на сайте, потому что много. Но вот если он попадется мне где-то в рекомендациях, да, на сайте Фаберлик, там, по акции, еще что-то, я его обязательно возьму, и даже без акции возьму, потому что очень вкусно. Ну, очень, как бы вот я люблю такое вот именно чисто травянистые, без схемозных ароматов, не бьющие в нос, я такое люблю. Вы знаете, что у меня вот от Ботаники любимый мой аромат, это вишневый цвет и хлопок. Я прям по 400 мл. беру их здоровенные. Вот это спорный вариант. В жару будет идеально. Вы кайфанете, это я вас уверяю. Это такой с ментоловым вкусом и с ментоловым ощущением. Ментол тут в нос не бьет, но он реально ментоловый, да. И что самое интересное, после него холодно, холодно телу. То есть это только для людей, которые действительно им это нравится. Вот у меня муж с этого кайфует. Он говорит, а, как хорошо, как круто, я выхожу, я замерз, мне нравится, да. Артикул 2101. Я же, допустим, зимний период, я такая мерзлячка, это не для меня. Дочке он тоже очень понравился. Значит, называется он пряная мята. Он идет с экстрактом морских водорослей и мятой. Баланс влаги в коже поддерживается. И органические экстракты алоэ веры и зеленого чая смягчают, успокаивают кожу. А экстракт эмблики обеспечивает надежную антиэкстантную защиту. Ну, это я, конечно, ничего не скажу. Это я на упаковочке прочитала. Для себя скажу, что мне нет. Но в самую пеклу, в самую жару, вот когда мы в мае летали в Дубае, еще на 10 дней, и там днем разогревалось 38-42 градуса. Это было просто беспощадно. Мы сидели в номере, потому что мы северяне. Для нас это был как ад. Да, вот самое-самое пекло. И с 11 часов дня примерно до 3 часов мы не выходили, можно так сказать, из помещений. Мы находились только в тех помещениях, где был кондиционер. И вот там, после, допустим, прогулки, прям идеально. После моря, после душа, после... Ой, после моря, после бассейна. Бассейн там тоже очень теплый. Принять вот такой вот охлаждающий гель для душа. И просто вот сесть и кайфануть. Шампунь и гель для душа для мужчин. Ну, это как обычно, наверное, уже классика. В каждых моих пустышках. Венде Авантюр. Артикул 84-21. Наверное, это любимый гель для душа. Потому что, Антон говорит, мне наплевать, каким пользоваться. Но, в итоге, все-таки, если я эти покупаю, то, в первую очередь, он интуитивно берет их, выбирает их. Поэтому, я думаю, тут уже предопределено. Вот это, наверное, у меня тоже впервые в пустышках. Это такой розоватый ополаскиватель для полости рта. Очень хорошо ополаскивает. Он действительно вкусный. У него аромат такой средней яркости. Он хорошо... Артикул 24-99, 250 миллилитров. Он очень хорошо долго держит свежесть. От чего я, вот лично я, кайфую. Мне очень нравится. Тут идет Nuki технология, которая способствует восстановлению эмали зубов. Не знаю, как можно поврежденный зуб восстановить. Это, конечно, для меня секрет. Активные компоненты встраиваются в структуру эмали, укрепляют ее, а также обеспечивают оптимальный уход за полостью рта. Аромат грейпфрута. Ну, такого, знаете, супер мятного грейпфрута. Вот кому нравится что-то вот такое интересненькое, я прям вот мне зашла. Она, вот этот ополаскиватель. И им пользовался и Антон, и Катя. Ну, в общем, все, кто ходит вот в ту ванную мою, им пользовались. Любимый мой тонизирующий скраб-актив для тела. Очень нравится аромат. У него, знаете, идет прямо мощный такой центрусовый. Артикул 12-37, хорошо скрабирует. Маска питательная для всех типов волос. С органовым маслом. Артикул 82-12. Крутая маска, попробуйте. Маска для блондинок. И маска зимняя. Мой второй уже теперь по-любимости дезодорант. Почему? Артикул 86-48. Сейчас появились дезодоранты Идео. Я, конечно же, их всех заказала на обзор. И я вам клянусь, я с них кайфую. Но вот этот вот, со свежающим мятом и молочными протеинами, просто бомба. Я все равно им пользуюсь. И тем, и этим, что-то не знаю. У меня несколько штук теперь открыто. Вот. Ну, так получилось, что я те открыла просто на тестирование. И уже сейчас, ну, как бы не могу их не закончить. И эти, в общем, какой под руку попадется. Первый закончился этот. Мамина мицеллярная вода с пребиотиками, биомика. 300 мл. Это снимать косметику, да, протирать лицо. Артикул 12-45. Ей понравилось. Далее новинка в пустышках, наверное, вот эта, Катина. Артикул 0-4-68. Ну, она сказала, хорошее, закажи еще. Это лосьон от черных точек. Дальше, значит, вот абсолютные две новиночки. Давайте их еще обсудим. Значит, 12-10. У нас идет матирующий лосьон с экстрактом лопуха и морских водорослей. Я протирала им лицо. Я не могу сказать, что он сильно матирует, стягивает кожу еще что-то. Нет, все отлично. Я его использовала как обычный лосьон. Он идет с экстрактом лопуха, морских водорослей. Передает коже чувство свежести. Да, сохраняет ее в течение всего дня. Но вот тут не подскажу. И со спортом занимаетесь, какая тут свежесть в течение всего дня. Нет, конечно, да. Такой обычный, жиденький. Запах у него, ну, такой вот, знаете, огорковатый, который, в принципе, присущ всей серии Биоси. Так, далее, значит, артикул 201-211. Это у нас идет тонизирующий лосьон. Вот я не поняла разницы. Может быть, потому что у меня даже, скорее всего, не сухая, а нормальная вот сейчас кожа стала. Вот раньше она у меня была такая, знаете, сухая, чувствительная, а сейчас как-то вот нормальная. В некоторые периоды, да, она у меня жирнится. В некоторых периодах она у меня сохнет, но, в принципе, все хорошо. Тоник, тоник. Это старая линейка, его, наверное, уже нет в наличии. Вот такой еще тоник закончился. Кстати, это у мамы. Ну, это как обычно масочка. Новинка. Да, первая пустышка новинок. Недавно я их вам показывала в вип-новинках, а сейчас уже пустая. Ну, что могу сказать. Классная маска. Она такая, знаете, слизенькая. Хорошо наносится, хорошо смывается. Волосики блестящие, рассыпчатые. Очень понравилась. Артикул 01.97. Прям очень понравилась. А понравился безумно аромат. Вот этот вот аромат вот этой морожки. Какой-то вот такой природы клевый, классный. Прям безумно супер. Влажные салфетки. Еще старая, не обновленная версия. Салфетки для интимной гигиены. Как обычно, малофтелин. Не знаю, был у меня этот бальзам в пустышках предыдущих или не был. Если честно, не могу припомнить. Но вот этот бальзам ароматерапия первая помощь. Это просто бомба. Заживает все подряд. Я взяла еще 9 штук. Заказала. Артикул 17.01. Прям рекомендую. Любое раздражение. Порез, рана, укус комара. В общем, все, что захотите. Просто голова заболела, виски помазать. Вот прям такой вот он крутой. Прям от всего, от всего. Ну и хочется уже сказать свое мнение об вот этих вот аромодиффузоров, которых нет в наличии. Обратите на это внимание. На сайте их нет в наличии. Они у меня начали заканчиваться уже. Но простояли они где-то около полутора месяцев. Вот считайте, я заказала вип-новинки. В пятницу они мне пришли после этих вот вип-новинок. Ну да, месяца, наверное, ну почти два. Ну, они простояли хорошо. С ними ничего не случилось. Они хорошо пахли. Если пять палочек, то кончаются намного быстрее. Вот у меня в туалете одна палочка стоит. Так там еще чуть меньше половины, но ближе к половине. То есть я их все одновременно поставила. Если пять палочек, они испаряются, конечно, быстро. Мандарин фреш – это бодрящий аромат. Мы его ставили на кухне, в прихожей, да, ну вот где-то в таких вот местах. Дейси вейт ватер – он более такой нежный, прикольный. Что заметила я, буквально через пару дней в комнатах просто меняется качество воздуха. Вы привыкаете к этим ароматам, вы их перестаете чувствовать. Если они у вас везде будут, тем более, еще одинаково стоять, вы их будете переставать чувствовать. Но качество воздуха, оно меняется в комнате, и это очень резко ощущается. Вроде бы аромат не бьет нос, но запахи какие-то резкие, неприятные, чего-то там, они пропадают. Как будто вот они их берут на себя, что ли, или как-то вот они с ними там борются. Вот, в общем, не скажу вам артикулы, к сожалению, ну, может быть, поищу на сайте. Вот, но Дейси ватер и Мандарин фреш, вот, закончились. Я довольна, если будут в наличии, закажу еще. Пока что в наличии их, к сожалению, нету. И вот последний раз, когда они были в наличии, я их добавляла автоматически, палочки из-за рома диффузора уже не добавляются. Скорее всего, их перестали добавлять, потому что у всех уже начало заканчиваться, у тех, кто вот купил по ВИПу. И они могут из одного переставить другое. Из-за того, что можно переставить, смысл покупать новые, 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 ну, я лично не вижу. Маловтелин, как обычно, очень тоже крутая штука. Универсальный крем с аргемином, ну, и можно мазать все. Ушибы, растяжение, стреляние в спину. В общем, вот все, что связано вот немножечко вот с какими-то, может быть, травмами или такими глубоко подкожными болезнями, да, вот что-то типа этого. Так, бальзам у Викуси закончился, как обычно, мамина любимая линейка закончилась. Так, и вот сегодня, как раз вот прям сегодня мама мне принесла в пустышке вот это вот. Значит, этот крем идет 50+, артикол 111.5, 11.15. Это сыворотка против пигментных пятен. Ну, у нее их не было, поэтому я вам ничего не скажу, честно слово. Но из-за того, что оно идет 50+, она его израсходовала. Ну, что ж, израсходовала, израсходовала. Причем, когда я сказала, мама, у тебя нет пигментных пятен, тебе не подойдет этот крем, потому что, ну, тебе нечего. Она сказала, ой, да я уже начала, я дорасходую. Ну, в общем, наверное, сделала профилактику. Так, и с артикулом 11.27. Все на английском, вообще все на английском. Но она сказала, что ей понравилось. Ой, на французском, наверное. Вообще ни одного русского слова. Я не знаю даже, от чего он, для чего он. Вот, но 11.27, это крем для век, ей понравился, да. То есть, вот он немножечко есть, такой вот слизенький. Ну, запах у него такой, какой-то вот, не как у всей линейки, а какой-то кисленький. Матри Джинник мы с вами уже обсуждали. Так, значит, крем для рук маракуйи и манго 24.34, он у нас стоит на кухне. Ну, пользовались все. В принципе, он понравился всем. Нет того, кто был бы им недоволен и сказал бы, фу, или еще что-то. У него и запах приятный, и все. Тоже, как бы, первый раз у меня в пустышках. Вот, знаете, попадется, еще возьму. Действительно хороший такой крем. То есть, от него и руки не жирнятся, и сразу можно делать какие-то дела после нанесения. В общем, удобно и увлажняет хорошо. Бальзам для усталых ног. Это пользуются и мамы, как обычно. Ароматизаторы для белья. Вот, вы знаете, что-то я их не особо в шкафах, в ящиках чувствую. Если вначале я чувствовала, то потом не чувствую. Но думаю, что как профилактика от Моли, потому что он идет лавандовый поцелуй, нормально будет. Вот, прям, и чисто как профилактика. Вот я почему-то так подумала. Далее. Это я уже... Да, видите, какая клевая закладочка. Где-то в книжном магазине купила. Вот бы еще такие найти. Ну, куча, как обычно, батончиков. Просто невероятное количество различных-различных. Мы едим все подряд, под настроение. Очень хорошо, что такой широкий ассортимент вкусов. Но хочется еще чего-то новенького. Тем более, была акция 1 плюс 1 равно 3. И мы вот прям целую гору наели. Ну и далее, конечно, наша дружная семья накушала вот столько всего. Значит, красота, совершенство. Вы знаете, я тут поняла, что елки зеленые, много что подходит срок. Потому что я набирала. Думаю, опять не будет наличие. И вот у меня осталось. Да, поэтому их нет в наличии. Мостоп в наличии есть. Это пили мы с мамой. По-моему, она у нас впервые в пустышках. Ну, что я вам могу сказать? Если здоровье есть, то оно есть. Артикл 157-24. Я с них не запрыгала, не забегала. Я в априори себя плохо пока не чувствовала. Да, то есть, ну, вот после ковида только мне плохо было. А так все нормально. Вот этих в виде комплексов тоже нет. Они у нас закончились. Далее идет комплекс антигельм. Это пьют у меня сейчас на данный момент родители. Артикул 8107. Он идет для того, чтобы избавиться от всего лишнего в организме. Если есть, например, какая-то плесень, глистные инвазии и так далее. Там грибки какие-то. Вот это вот от этого. В принципе, ну, как мы? Мы не знали, есть ли что-нибудь. Но я уверена, что каждому это нужно пропивать. К2-Д3. Опять-таки, одна баночка закончилась. В 81-15. Но это, наверное, не его артикул. Далее, Ку-10. Вот мы тут всей семьей пропили Ку-10. Их надо пить по 2 в день. Их тут 60 получается. И из-за того, что их 60, одна баночка на месяц на одного человека уходит. Вот как раз мы все взрослые пропили Омега-3-6-9. Ну, это прям вне конкуренции, как обычно, да? Кофе, как обычно, соль, как обычно, север, как обычно. И вот, смотрите, кошачий корм. Значит, мы попробовали пока что три вида, да? Во-первых, вот это вот для любимых кошек нежный кролик 85 грамм. Там несколько, да, коробочек. Тут, к сожалению, надо артикулы искать на сайте, потому что артикулы на коробках. Нежный кролик, ну, что я вам скажу. Вроде ест, но так, не с особым таким аппетитом, да? Для любимых котят, ну, не знаю, съела-съела, как бы. Вот больше всего, конечно, моей лично Алиске понравилась сочная говядинка. Она прям его вот с удовольствием кушает. Все остальные как-то вот так. Для кастрированных кошек, честно вам скажу, ой, для стерилизованных, господи, не то сказала. Кошек она как-то вот не очень-то признала. А вот говядинка, для нее ротико вкусно. Ну, посмотрим, что конкретно. Но сейчас пока, как вы видите, лидирующая позиция все-таки занимает для любимых котят. Она его как-то вот лучше всех ест. Но она каждый раз нюхает, ест, делает паузы, потому что до этого мы кормили ее другим кормом, получается. Так, каша злаковая с яблоком-фундуком, три штучки. Ну, тут вот эти вот коробочки из-под тех вот фантиков. Чаи закончились, как обычно. Закончилась у нас куча майонеза. Ну, лидирует, если я майонез съем мало и плохо, то вот это вот мой один пакетик, я не знаю, месяца за два. И то я его люблю добавлять куда-нибудь там, в оливье, еще что-то. Я вот не понимаю, как можно суп испортить майонезом. Он и так сам по себе вкусный. Я его вот не перчу, не досаливаю, майонез не кладу. Я так просто кушаю суп. Да, вот. А вот это вот, конечно же, новогодние праздники и так далее. Я не знаю, сколько их тут штук, но их тут, ну, прям реально много, да. Ну, прям много закончилось. Вот. Это вот столько мы пакости в магазине раньше ели вредной. Как я счастлива, что у нас есть безвредный теперь майонез. Прям счастлива. Соус новинка. Первый раз у меня в пустых баночках. Ну, как вы видите, больше всего, что понравилось моей семье. Пикантный чеснок. Все сказали, о, как хорош, и стали кушать. 16-124 артикул. Действительно, грибной, он такой кисловатенький получается, но он вкусный. Я грибной кушаю. А вот этот пикантный чеснок прям вот ушел. Ушел, причем он у меня в пустышках очень давно, и я второй такой не заказала. Жду, пока убудут те. Но они, наверное, ждут этот и налегают на майонезы. В общем, грибной, походу, у нас заказываться не будет. Потому что он действительно такой, вроде бы все сказали вкусно, но начали кушать. Конечно же, вот эта кислинка в нем, да, она преобладает. И уже слишком сильно меняет вкус блюда. Чесночный так не меняет. Пару соусов классических ушло. Конфет ушло мало, потому что Виктория Антоновна у нас уехала в Москву на интенсив. В Балашику, в Центр Речи, Доброе Слово. Там собираются такие вот особенные ребятки, как наша Викуся. И Центр Речи с ними уже работает. Далее, как обычно, веер кораллового кальция. И мама выпила вот Доброген Актив Нью. Это новинка. Артикул 157-29. Но у него тоже очень приятный вишневый вкус. Ну что, мои дорогие, вот и пробежались мы с вами по заказу. Какие новинки закончились, я вам все рассказала. Сейчас это все пойдет на переработку, переупаковку. То есть мы вот так снимаем, получается, пленку. И отправляем их на вторую жизнь. Что очень радует, что компания Фаберлик начала принимать. Я прям счастлива. То есть, ну, вот так аккуратненько. Нам обычно дедушка помогает все это обдирать относительно пункт выдачи. А пункт выдачи уже там принимает и отправляет. Таким вот образом. Всем пока-пока.